йоу а это походу мой любимчик в этом выпуске ну по крайней мере на текущий момент короче это пришелец под названием чужой из семи любимого фильма да не только давайте не говорите мне сейчас то что не видели его это же тот фильм где черные пришельцы бегают и жрут людей космонавтов вспомнили ну а я о чем говорю так вот вернемся к антистрессом он интересно сделал идею повторять не буду она собственно у вас перед глазами давайте-ка я лучше еще не намного замолчу и вы просто оцените прикольную игрушку в назовем это в разрезе поехали следующий грузовик точно видел каждый узнает его хотя бы по окрасу в него превращается большой босс хороших оптимус прайм специально по заказу майкла бэя режиссера трансформеров компания petr build motors company переделала стандартную модель грузовика petr build 379 и слегка увеличила ему нос сине-красная окраска и обилие хромированных деталей также достались машине перед съемками до переделки этот экземпляр petr build 379 служил для перевозки фургона интересно что в классических комиксах о трансформерах оптимус превращался в другие грузовые легковые автомобили среди которых пикап dodge lamborghini diablo и даже спортивный nissan это лего титаник он очень клево выглядит мне безумно понравилось то что модель не является громадной как некоторые то есть вам не придется тратить буквально все свои выходные дни в надежде до собрать чертов конструктор как раз таки все наоборот за вечерок другой каждый человек с головой на плечах справиться да и выглядит она если по правде тоже не дурно в общем годный вариант как для одного человека так и для целой компании берите на заметку признаться честно я из тех людей которые часами зависают в ванной я даже не понимаю как это происходит вроде как думаю что вот-вот сейчас 5-10 минут и к выду а потом оказывается что уже час пролетел магия какая-то так вот решил я значит себе не отказывать и чтобы спа процедуры проходили еще интереснее даже прикупил необычную лейку она делает удивительные узоры из воды на которые можно залипать не то что часами а сутками если попробовать описать то узор напоминает плетение лейка качественно это могу сказать точно а еще на ней расположен регулятор напора это просто офигительный шлем железного человека сказать честно никогда бы раньше не подумал что шлем этого персонажа комиксов можно так просто повторить в реале думал что его можно встретить лишь дорогущим сделанным там под заказ или что-то такое а тут оказывается массовое производство топовых шлемов каждый из них вот так вот круто выглядит прям точь-в-точь как в оригинале у них светятся глаза а также что самое прикольное как по мне только вы подносите к нему специальное кольцо как он сразу же закрывается такое же действие надо произвести для открытия короче полная магия и отпадный внешний вид уверен покажи вы такой шлем своим друзьям они бы просто нафиг все обзавидовались поголовно это супер марио брос недорогой гаджет выполненный в стиле легендарной серии игровых приставок nintendo game and watch которая выпускалась период с 1980 по 91 год кроме того в свое время game and watch стала первой портативной игровой консолью нинтендо о как на мини приставку предустановлены игры super mario bros ball and super mario bros the lost levels также предусмотрена функция цифровых часов размер устройства составляют 112 на 67 и на 12 с половиной миллиметра а это магнитный кабель хочу сказать что это далеко не новинка но однозначно та вещь которая заслуживает вашего внимания магнитный кабель правильнее называть кабелем с подключаемым разъемом его основная часть состоит из обычного провода разъемы usb для подключения к зарядному устройству и контактной площадки с мощным магнитом к ней присоединяется зарядная часть в составе разъема магнита и контактов эта часть вставляется в порт устройства для зарядки магниты в двух частях кабеля притягиваются на расстоянии от 1 до 5 сантиметров обеспечивая прочное соединение и подключение хоть сейчас и не дачный сезон следующий инструмент пригодится тому кто не представляет свой летний отдых без ухода за садом это подвязочник растений обязательное приспособление любого уважающего себя садовода с его помощью можно за считанные секунды не прилагая ни капли усилий быстро подвязать огурцы томаты виноград и другие растения знаете это что-то вроде степлера только для сада он имеет ленту расположена в специальном барабане а также скобы кто-то балуется шлемами и думает что это уже пик совершенства на другие вон реально находит берут под заказ и получают полноценный костюм железного человека и нет это не шутка хотел вам только что сказать что он может все то же самое что и оригинал кроме полета и стрельбы и встроенных пушек но судя по внешке может он и на это способен поэтому на всякий случай воздержусь от комментариев однако то что нам показал парень в этом костюме то что механизма могут уже заставляет удивиться потому что все таки не каждый раз встретишь человека во внешне идеальном костюме с рабочими элементами причем смотрится все как настоящее очуметь можно по любому каждый из вас слышал читал ну или смотрел такое произведение как человек-амфибия так вот лично мне очень не нравится тот факт что после прогулки на суше я не могу взять и на том же там мотоцикле или машине погнать по воде но потому что утону и буду потом с носом сидеть однако как оказалось кто-то имеет такое же недовольство как и я но куда более инженерный склад ума ну и навыки само собой так вот эти ребята придумали квадри которые при подъезде к воде спокойно трансформируется как человек-амфибия и валит по глади при этом внешний транспорт не миниатюрный не нищий круто выглядит и имеет приличной скорости по видео так наверное не понять но в живу это смотрится просто потрясно поверьте мне принимая участие в конкурсе и в игры вот этот смартфон абсолютно бесплатно с тебя лайк подписка колокольчик и пара комментариев для того чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя и как только мы наскребем 20 тысяч лайков я объявлю победителя в ближайшую пятницу всем удачи а хейтерам привет